Браун Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом их раскроем. А потом их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решатся. Всем доброго дня. Здравствуйте. Начинается программа «Советы богачек». Ирина Богачек, российский психолог-психотерапевт. С нами на прямой связи. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Добрый день. Мы уже очень много говорили об отношениях мужчин и женщин. Говорили о том, как пережить одиночество. Но, тем не менее, тема выбора, я понимаю, она все равно и сейчас, кстати, обостряется. Потому что меньше мест, где мы можем встретить другого человека. Не так часто мы выходим из дома. Какие-то увеселительные заведения закрыты. Мероприятия не работают. Но, тем не менее, для того, чтобы он и она встретились, необходимо, чтобы что-то произошло. И чаще всего кто-то кого-то выбирает и обращает на него внимание. Вот сегодня такая тема, как раз-таки тема выбора. «Мы выбираем, нас выбирают», которую предложила Ирина Богачек. Собственно говоря, вам слово. Да, здравствуйте еще раз. Ну и хочется вспомнить строчки из знаменитого фильма. «Мы выбираем, нас выбирают», как это часто не совпадает. «Я за тобой следую тенью, я привыкаю к несовпадению». Да, действительно, может показаться, что люди не совпадают. Хотя на самом деле сегодня я как раз развенчаю этот миф. И начнем мы с первого мифа о том, что мужчины любят глазами, а женщины любят ушами. Олег, вот вы как считаете, это имеет место быть? Мне почему-то кажется, что да, потому что мужчины чаще всего оценивают визуально красоту женщины. Женщинам очень нравятся комплименты. И мужчина, у которого хорошо подвешен язык, который умеет очень приятные вещи говорить даме, он наверняка может как-то растопить ее сердце, смягчить и расположить себе. То есть, ну вот как будто бы все говорит о том, что это должно быть правдой. Ну, действительно, очень большая степень вероятности, конечно же, в этом есть. Но кое-что я раскритикую в ходе сегодняшнего нашего диалога. В частности, о том, что мужчина должен много говорить, завораживать женщину, завлекать. Так вот, действительно, вот этот миф о том, что мужчина любит глазами, а женщина любит ушами, который он может быть, а может и не быть. И все зависит от ведущего канала восприятия. И об этом я хотела сейчас бы немножко поговорить. То есть, в принципе, не все люди одинаковые, а, скажем так, все люди разные. И их можно классифицировать абсолютно разным образом. И одна из излюбленных классификаций является, кто ты. Кто ты? Визуал. То есть, ты воспринимаешь большую часть информации зрительно. Либо ты аудиал, и ты действительно любишь ушами. Либо ты кинестет. То есть, тебе очень важны прикосновения, поглаживания, какая-то мимика на лице. А может быть, ты дискрет. Кто это такой? Это человек, который ориентируется в большей степени на слово. Но на самом деле это такой, знаете, завуалированный дискрет, который боится показать, что я слабый, я чувствительный. Поэтому мне проще говорить формулами. Все люди что-то. Или никто не может найти свою любовь. Или миф о вечной любви — это всего лишь миф. И так далее. И действительно, люди могут выбирать по какому-то одному из этих якорей, а их партнер быть совершенно другой, ведущей, репрезентативной или вот этой самой системой с каналом восприятия. Ну, например, приходит ко мне пара в терапию и говорит, у нас вообще полный разлад. Что случилось? Мужчина говорит, я не понимаю, она у меня выглядит как картинка. Посмотрите, у неё и это есть, и это есть, и это есть. А барышня отвечает, нет, я не чувствую его любви. Его невнимание меня убивает. Он даже забыл, когда у меня день рождения. И если мы прислушаемся к тому, о чём они говорят, мы как раз и услышим, что он делает акцент на визуальной картинке, посмотрите на неё. Он даже говорит, она выглядит как картинка. У неё и это, и это. А она использует чисто кинестетические термины. Меня убивает, я не чувствую и так далее. То есть люди, как бы, говорят совершенно на разных языках и не чувствуют друг друга. Ну, и уж очень важный момент о том, что женщины синтетичны, аналитичны, а мужчины синтетичны. То есть мужчина влюбляется, как я уже говорила, из наших программ, в целостный образ, а женщины цепляются за какие-то маленькие детали. И действительно, вот ещё немножко приведу примеров про вот эти вот каналы восприятия. Например, действительно, мужчина может увидеть девушку, припоминая разговор с одним из своих знакомых. И он говорит, вы знаете, вообще совершенно мне не свойственно было, чтобы я знакомился где-то в ресторанах, но настолько она меня привлекла внешне, а почему она могла привлечь, сегодня мы как раз поговорим на эту тему. Вот, что я даже, ну, никак не мог найти, как бы к ней подойти. И подгадал момент, когда она пошла в уборную, и я, говорит, последовал за ней. В общем, наше знакомство оказалось перед дверьми уборной. Один из любленных мной эпизодов о том, как барышня не обращала внимания на своего коллегу на работе. И на Новый год, я уже как-то рассказывала эту историю, но она здесь прямо очень хорошо иллюстрирует вот этот кинестетический якорь. И им на Новый год привезли коробочку с мандаринами. И на мандаринах вот эти были чёрненькие этикеточки Марокко. Вот этот молодой человек подсел рядом с ней, подлил ей шампанского и чистил для неё мандарины. И вот эти чёрные этикеточки наклеивал ей на косточки пальцев. Она говорит, вы знаете, я как заворожённая вообще смотрела вот на это всё, вернее, чувствовала. И всё. Вот с этого момента у них начался роман. Но мы не должны забывать и про обонятельный канал восприятия. Он точно так же важен. И здесь позволю себе рассказать историю моего приятеля, кстати. Он из Риги. Он услышит нашу программу. Не знаю, что он мне скажет. Может, и по жюри скажет, зачем ты рассказала эту историю. Но она очень показательная. Он очень успешный мужчина. И ему всегда нравился визуально совершенно другой типаж женщины, чем ту, которую он выбрал. Ему нравились высокие, такие стройные брюнетки, длинноволосые. Как-то в одном из клубов Риги, достаточно известном, где очень тесно много людей было. Но всё это было до пандемии, конечно же. Он, ну как-то вот, знаете, люди близко-близко друг к другу. И он говорит, я задал какой-то вопрос в никуда, а мне на него ответила какая-то барышня. И я обернулся. Я даже, говорит, не видел, собственно говоря, её фигуру и так далее. Но что-то меня зацепило. Она ответила мне. И всё, и дальше у нас стал строиться диалог. Мы уже куда-то перешли, общались. Закончилось всё тем, что они шесть лет прожили вместе. Он говорит, я вообще вначале не понимал, что меня зацепило. То есть она была по фигуре совершенно другой, в отличие от визуального типажа. То есть она была широкобёдрая, с большим бюстом, дама. И он говорит, только когда я стала анализировать, что же могло меня зацепить в этой женщине, я понял, её волосы пахли точно так же, как волосы моей мамы, которая красила волосы натуральной краской, басмой. У неё есть специфический такой вот запах. И он говорит, я понял, что я повёлся вот на этот запах. И это было настолько сильным каналом для того, чтобы я влюбился в эту женщину. И мы, говорит, прожили вместе шесть лет. Хотя совершенно не соответствовало визуальному показателю. Поэтому я говорю, у всех людей доминантными являются разные каналы восприятия. Конечно же, визуального больше всего. Кинестетического, например, то есть слухового, его всего 5%. Я, кстати, кинестет. Олег, а я вот думаю, что вы тоже, наверное, кинестет. То есть насколько для вас важен звук, который издаётся в беседе, то есть в партнере? Как человек, который работает на радио, наверное, очень важен, потому что каждый человек у меня ассоциируется, даже звуки у меня ассоциируются с цветами. Например, вот пластинки Beatles, я каждую пластинку вижу в какой-то своей цветовой гамме. То есть даже песни определенного периода, веселые, простые, первоначального периода и какие-то более сложные композиции, меня они вдруг уходят в какие-то более сложные цветовые, какие-то кричащие гаммы. То есть у меня звук очень ассоциируется с цветами, например. Ну, имею в виду не с цветами-цветами, а вот с цветовой гаммой. С цветовой гаммой. Ну, в данном случае здесь, конечно же, есть и аудиальный канал, и канал, в данном случае, зритель цветовой. То есть это вам тоже присуще. Но ещё раз повторяю, что все люди разные. И сейчас, как всегда, немножко приведу статистики. Выписала я цифры. Итак, привлекательная внешность важна для 92% мужчин, в то время как для женщин всего лишь 84% случаев. Стройное тело важно для 80% мужчин, а для женщин всего лишь 58% случаев. А вот стабильный высокий доход мужчинам необходим в 74% случаев, а вот женщинам в 97%. То есть сейчас, грубо говоря, акцент на мужскую фигуру уже сместился в сторону финансовой успешности. Но очень интересное исследование было проведено, когда мужчинам дали узкий выбор и сказали, вам нужно описать свою будущую невесту, то есть женщину, с которой, в принципе, вы выстроите потом брак. И у вас есть только одна возможность выбрать или красивую фигуру, или красивое лицо. Олег, как бы вы выбрали? Я бы застрелился, потому что для мужчины, наверное, все-таки такой как бы выбор не совсем понятен. Мы ведемся на что-то вот общее. Я не знаю. Мне, наверное, все-таки лицо важнее. Какое-то вот одухотворенное лицо, лицо, в котором можно утонуть, на которое можно смотреть без конца. Да, и мужчины точно так же, как вы, схватились за голову и сказали, вы что, это вообще выбор просто ужасный. Ну, дайте нам хоть какое-то послабление. Им сказали, ну хорошо, давайте сделаем так. Вот что для женщин, которых вы рассматриваете, рассматриваете для короткой, допустим, интимной связи, либо те, с которыми вы действительно планируете длительную совместную жизнь в браке. Ну, и они здесь немножко выдохнули. И да, действительно, для короткой интимной связи в большей степени они были ориентированы на фигуре, а вот для брака на лице. Они сказали, я хочу, понимаете, на своей подушке в старости видеть рядом с собой приятное лицо, пусть даже и в морщинках, ну, действительно, которое не вызывает у меня, ну, как бы, никакого раздражения. А, кстати, когда описывали невест мужчины, всего лишь, вы знаете, 20% говорили о том, что использовали прилагательные по типу, там, сексуальные, роскошные, привлекательные. 80% описывая своих будущих жен мужчин, описывали именно личностные качества, душевные качества, да, то есть какие-то совпадения. И, ну, акцент про внешность делали только один. Они говорили, что хочу, чтобы она была ухоженная, и чтобы мне не стыдно было появиться с ней в обществе. То есть вот, как видите, внешность, в общем-то, наверное, и не самый важный показатель, хотя очень весомый. Ну, и давайте всё-таки вот как говорим о том, как же мы делаем выбор. Ну, и будучи психоаналитиком, я не примену упомянуть великого Зигмунда Фрейда, который, в общем-то, первым высказал мысль о том, что мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем бессознательном, кого мы, в принципе, знаем. И поэтому найти объект любви в конечном итоге значит просто обрести его снова. А как вот в нашем бессознательном формируется вот тот самый объект любви, конечно же, здесь задействованы разные уровни. И уровень коллективного бессознательного, и наша физиология, и, безусловно, наши родительские семейные инкроекты, то есть те стили поведения, которые ребёнок видел в своей семье, и, в общем-то, он впитал это. И даже если он говорит, мне не нравится это, я не хочу, всё равно в нём это будет, и каким-то образом будет это влиять на выбор партнёра. Ну, очень интересный момент – это то, что действительно играет важнейшую роль, что, оказывается, люди, которые вот уже долго потом, показывают статистика, долго живут вместе, они внешне схожи. Вначале вот, когда мы видим хозяина и собачку, которые одинаковые, мы начинаем смеяться. Но если мы посмотрим действительно на пары, которые уже очень давно вместе, в них действительно есть схожие черты лица. И, ну, в общем-то, психоаналитики говорят, что мы влюбляемся в те лица, в которых видят себя. Такие же глаза, такое же выражение, мимику, моторику. И это вызывает у нас чувство безопасности и доверия. Вот вы согласитесь, Олег, с этим вопросом, что, оказывается, влюбимо, вот есть наши черты лица? Ну, наверное, да, соглашусь. Вот. И очень интересный эксперимент провели в Шотландском университете в Сен-Эндрюс. Взяли достаточно большое количество студентов. 350 студентов принимало участие, или 360. И сфотографировали их. Потом при помощи компьютерных программ поменяли лица. Девочек сделали мальчиками, мальчиков сделали девочками. И предложили студентам выбрать, ну, дали количество фотографий большое и сказали, выберите самых привлекательных. Безусловно, никто не знал, что там подмешаны их собственные лица, изменённые при помощи вот этих вот программ. И вы не представляете, каков был результат. Практически все, 90% студентов выбрали для себя привлекательные свои же собственные лица. Вот. Ну, на мой взгляд, просто это такой потрясающий эксперимент, который действительно доказывает нам, что, по сути, в своём любимом мы ищем себя. То есть то, о чём сказал, ну, собственно, великий Монфрей. Монфрей. Или это нарциссизм получается, что практически... Конечно же. А дело в том, что любой человек имеет в себе черты нарциссизма. От этого никуда не уйти. И, безусловно, мы... Вот если мы зададим себе вопрос, почему мне нравится вот этот нарцисс? Чаще всего мы там находим какие-то свои черты. То есть мы проецируем себя на него. Хотя многим другим покажется, что мы вообще совершенно не похожи. Но я, если начну отдавать себе отчёт, да, действительно, наверняка что-то вот в нём есть от меня. Даже если вообще, вот, казалось бы, совершенно разные зрительные образы. Вот. Ну, безусловно, на наш выбор влияет эволюция. Ну, известные истории про фигуру, запах, особенности фигурики. И, ну, в общем, есть такая расхожая истина, что женщины выбирают мужчин с ракоплечьях, узкобедрых, а мужчины выбирают женщин с тонкой талией, с широкими бедрами. Ну, я вот не знаю, насколько действительно этот эволюционный компонент присутствует сегодня. сегодня. Кстати, вспомнился мне сейчас фильм «Монгол» Тимура Бехамбетова. И там, когда отец учил мальчика, какую невесту ему выбрать, он говорил, смотри, чтобы у неё были кривые ноги, тогда она тебе принесёт здоровое потомство и доставит необыкновенное удовольствие, ну, в любви, то бишь, в личные близости. Вот. Для женщины, кстати, очень важное значение действительно имеет тембр голоса мужчины. То есть, вначале он может ей не понравиться внешне, но если он действительно заговорит таким приятным, для неё приятным, голосом каждого женщины, моя линейка, да, градация, это может, кстати, быть очень даже решающим фактором. Но вот сейчас я буквально вчера, готовясь к этой программе, я общалась с доктором, профессором Московского института клиники черепно-лицевой хирургии. И я его спросила, говорю, коллега, вот завтра у меня будет программа такая, как выбирают мужчины и как выбирают женщины. Вот расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как вы считаете, вот как учёный, как нейрофизиолог, вот по каким признакам люди как бы подбирают друг друга и насколько эволюция здесь играет роль. Вы знаете, я услышала потрясающую концепцию, с которой, скажу честно, я не согласна, но тем не менее хочу и высказать. Он говорит, Ирина, ну послушайте, рептильный мозг человек никто не отменял. Если мы вспомним стадии развития как бы человека, то эмбрион, он как раз по виду напоминает ту самую рептилию. Голова и хвостик, да? И рептильный мозг присутствует обязательно при выборе партнёра вот эти рептильные функции. То есть, когда мы смотрим на человека, у нас всего две реакции срабатывают, сказал мне профессор. Либо хочу ли я с ним заняться сексом и воспроизводить потомство, либо это мой враг и мне нужно каким-то образом реагировать. Вы знаете, я, конечно, да, вот у меня такое же недоумение было, а я говорю, ну как же там какие-то душевные вещи, какие-то крючки, которые вот цепляют, о которых я сказала чуть раньше. Все это ерунда, вот две таких вот реакции, либо половой партнер, либо враг. Вот как вы думаете, как вам вот эта теория, ну черно-белый какой-то такой взгляд на жизнь, мне кажется, конечно. То есть все, с кем бы мы не хотели вступить в интимные отношения, оказываются врагами. Это уже в квадрат возили. Но может быть и так. Кстати, я исследования проводила вот у себя в институте в научно-исследовательской группе, а на сегодняшний день, вы знаете, очень многие молодые люди не хотят вступать в серьезные отношения, потому что считают партнера противоположного пола врагом. Кстати, очень большой процент. А с чем это связано, мы можем тут догадываться, но действительно сейчас партнер противоположного пола зачастую воспринимается как тот, кто будет посягать на мое пространство, на мои границы, ограничивать мою свободу и, возможно, вообще заставит меня подчиниться и раствориться в нем. А я этого не хочу, потому что вот на другой чаше весов сейчас самоопределение и люди, конечно же, стремятся к этому. Ну, опять же, говоря о выборе, мы можем поговорить о таком мифе, что притягиваются противоположности. Олег, вот как вы считаете, противоположности или притягиваются, либо люди одинаковые? Вот есть удивительный парадокс, потому что я согласен, что могут срабатывать и те, и другие качества, если говорить о личном опыте, то здесь может быть противоположности, потому что иногда я удивляюсь, насколько разные мы в нашей семье люди, но тем не менее мы понимаем, что мы с другой стороны как будто бы дополняем друг друга, то есть у каждого есть интересы и способности, которых нет у другого, но которые, благодаря которым вот этот партнер интересен. Здорово. А вот специалисты, ну в частности психоаналитики, говорят, что как раз в основе объединения людей лежит принцип сходства. Не противоположности притягиваются, а схожие люди. И конечно в идеале мы ищем зеркало в партнере, которое будет отражать наш позитивный образ, то есть образ нас самих. Если этот человек, ну мой потенциальный партнер так прекрасен, если он умен, если он, ну я не знаю, у каждого свои крючки, да, там привлекательный, воспитан, там еще что-то, да, и он обращает на меня внимание, значит, возможно, я сам такой, то есть срабатывает механизм проекта. Но как интересно бывает, что иногда мы можем передавать людям черты отрицательные, которые мы сами в себе отрицаем и говорим «у меня точно этого нет». И поэтому психоаналитики говорят, что люди как бы часто объединяют общие комплексы. Ну, например, нам что-то в себе не нравится, и мы выбираем себе партнера, в котором есть эти же черты, но для того, чтобы самим пережить свои собственные недостатки, мы начинаем говорить «у тебя вот такие-такие-такие недостатки», и на их фоне вроде как наши недостатки кажутся и меньше. То есть, ну, например, женщина боится активной деятельности какой-то, то есть, что ей придется там работать, что-то делать и так далее. И она выбирает партнера, который в депрессии, который тоже никак себя не проявляет, и на его фоне вроде как она даже и, знаете, и активная и так далее. То есть, или, например, какой-то человек говорит, мужчина, например, «я люблю барышень веселых, которые все время активны и выбирают себе таких девушек, она действительно веселится, они куда-то ходят, а потом, если глубоко в принципе задумывается, и у того и того пустота внутри. Вроде все есть, а мы оба в ноогенном неврозе. То есть, не чувствуем, не чувствуем вот этой жизни». Это очень похожая история была у Дитара Болина из «Модерн Токинг», которая, ну вот, была в свое время освещалась в прессе, что он нашел себе симпатичную, какую-то красивую молодую девушку, уже будучи в достаточно, ну, таком зрелом возрасте, и вот сначала казалась у них безумная любовь, а потом они расстались, и он объяснял, он говорил, что ей хотелось вот постоянно, она ночной человек, она постоянно, ей нужны тусовки, компании, ночные клубы. Я чувствовал себя страшно старым вот на ее фоне, потому что мне хотелось спать, и днем работаю, вкалываю, я зарабатываю деньги, я хочу ночью отдохнуть, я не могу таскаться по всевозможным. И вот они расстались именно вот, ну, потому что они жили просто в разных временных, и в плоскостях вращались в разных компаниях, и они почувствовали, что их ничего не держит месть. Действительно. А вот если бы у него была такая же, например, тяга, да, вот, к активной, ну, такой бурной ночной жизни, то и очень запросто они бы могли очень долго продержаться, и в этом смысле, конечно же, сейчас вот пришла мне как иллюстрация пара писателя, который написал великого Гэтсби. И его жена Зельда, вот они на этой теме и сошлись. То есть они бесконечно кутили, кутили, потом мы знаем, что Зельда попала в психиатрическую клинику, и кто-то из великих сказал, что, к сожалению, Фитджеральд растратил свой талант на пыльные дороги клиникам психиатрическим, где лежала Зельда. То есть, а изначально их вот это вместе объединило, то есть они ничего там только не делали, и голые на машине катались, и шампанским поливали, и там устраивали сцены прилюдные и так далее. Вот общие комплексы в данном случае такого истерического такого невроза, которые их объединяли и достаточно долго уже прожили вместе. Счастливые ли? Это второй вопрос. Но то, что это действительно комплекс, который их объединял, это было. Никуда не деть нам при выборе партнера наши сценарии из детства. И, как я уже говорила, ребёнок учится не по слову, а по подражанию. И то, что я видела в детстве, возможно, именно это же я и буду транслировать свои отношения. Ну и, кстати, здесь очень важный момент необходимо отметить, что все думают, что девочки ищут себе образ папы, а мальчики ищут себе образ мамы. Так вот, я скажу в следующую вещь. Когда я говорю, о многих, кстати, это вызывает прям такой шок. Дело в том, что и для мальчиков, и для девочек первичным объектом любви является мама. И именно то, как мама к нам относится, так и будем мы себя проявлять в наших отношениях. Либо мы точно будем выбирать партнёров, которые себя вели, как наша мама. Приведу пример. девочка, например, не видела свою маму в силу того, что мама была бизнес-лук. Она постоянно много где-то ездила, зарабатывала деньги или ещё что-то делала. Периодически она приезжала, задаривала её подарками, проводила с ней какое-то небольшое время и потом снова уезжала. Так вот, такая женщина сто процентов найдёт себе мужчину, который вроде бы с ней, а в то же время и не с ней. Например, у него будет какое-то хобби, которому он будет посвящать слишком много времени. Например, футбол или рыбалка или без конца будет проводить время с друзьями. Вроде ничего плохого он не делает. Он присутствует в её жизни, но в то же время как бы его и нет. Либо мужчина может быть алкоголиком. То есть какой-то период времени он в алкогольном забытье, то есть его нет, потом приходит в себя, всё, люблю, не могу, прости и так далее. Ты самая лучшая. Потом опять, например, наступают запустили. Либо мальчик, у которого была например, такая строгая авторитарная мама. Я говорила, что здесь может пойти конфликт в обратную сторону. То есть мужчина вырастает и говорит, я найду себе скромную, тихую, добрую. Вот живёт с ней полгода, год, а потом начинает устраивать скандалы на ровном месте, потому что он в них отыгрывает свои истории с мамой. И скорее всего сексуально привлекательными для такого мужчины будут такие, знаете, законченные стервы, которые будут себя вести так же, как его мама, возможно, его унижать, возможно, его обесценивать и так далее. Либо вот у меня есть одна семейная пара, там на женщину, старшую мужчину на 16 лет, и все друзья этого молодого человека, то есть когда вот они объединились в Союз, они были категорически против, ну, конечно, говорили нелицеприятные там эпитеты, зачем ты себе эту старуху нашёл, да зачем она тебе нужна и так далее. Но именно с этой женщиной, возможно, он удовлетворяет, да, свои детские комплексы, комплексы безопасности, в том, что она надёжная, в том, что она будет решать его проблемы. И это на самом деле так и есть. Он вроде всё ищет, ищет какие-то бизнесы, а в общем-то деньги зарабатывает она. И у них будет долгий брак, вы знаете, то есть потому, что в данном случае она как раз удовлетворила его потребности. есть ещё такие дополнительные причины. Вот, например, длительное присутствие в нашей жизни какого-то человека. Вот если люди долгое время находятся вместе и, казалось бы, вообще не нравятся друг другу, а потом трах-бах, мы узнаём, что оказывается у них не только интимная близость, а ещё и любовь, вообще вот произошёл такой вот у них романтический эпизод. Но это как раз сюжет, как правило, голливудского фильма, где вот эти непохожие, лично ссорящиеся персонажи обязательно должны сойтись вместе. Именно, именно. И, кстати, тоже американцы в данном случае провели эксперимент. Ну, они, знаете, студентов используют в качестве такой группы. Но в данном случае в этом эксперименте приняли участие не только студенты, а люди разного возраста, когда на протяжении двух минут партнёров просили, незнакомых, то есть они впервые видели друга, просили смотреть друг в друга в глаза в течение двух минут. И вы знаете, насколько интересен был результат этого эксперимента? Многие люди потом захотели продолжить знакомства и отношения. Кстати, очень хороший перформанс на этот случай сделала известный художник, ой, забыла фамилию, балканского происхождения Марина. Абрамович, по-моему, да. Да, Абрамович. Абрамович, точнее, Абрамович, да. Спасибо, вот Олег. Да, сегодня что-то я фамилию забыла. Да, Марина Абрамович. Именно вот как раз она сидела с закрытыми глазами и напротив неё, то есть была смена людей, которые садились напротив неё, они просто две минуты молча смотрели в глаза друг к другу и совершенно неожиданным был для неё самой момент, когда появился мужчина, которым когда-то, 20 лет назад, у них была любовь. Я каждый раз смотрю этот перформанс, вы знаете, у меня слёзы льются градом, потому что то, что называется любовь, это то чувство, которое селится нас навсегда, если это действительно любовь, только градус может и концентрация уменьшаться, увеличиваться, но никуда из нас это чувство не уходит. И действительно, да, привлекательная внешность, мы уже об этом немножко поговорили. И, кстати, я хочу здесь рассказать совсем недавний эпизод, ну, мой клинический, из моей клинической практики. Ко мне в семейную терапию пришла пара, очень эффектная молодая девушка и такой на, скажу, скажу я сколько, на 25-36, 11 лет он старше её, молодой человек, воспитанный в такой авторитарной еврейской семье, еврейской мамой. И вот, как он говорит, всё, чего я достиг в жизни, это благодаря вот цензуре моей мамы, которой я всю жизнь пытался доказать, что я чего-то могу. Но очень часто же, как я уже сказала, идёт сопротивление. Например, профессорская дочка выбирает себе какого-то рокера и так далее. Это только лишний раз говорит нам о внутреннем конкретном. Вот и здесь у него один брак был неуспешный, второй брак был неуспешный, кстати, в котором родился ребёнок. И вот он был в междужёнье, что называется, и к нему в офис приходит на работу, устроилась вот эта вот молодая девушка. И к нему приходят сотрудники через какое-то время и говорят, ты кого взял на работу? Ты знаешь, мы заглянули в её Инстаграм, она выложила там фотографии, где она на шесте. А у неё, на секундочку, компания серьёзная достаточно занимается аудиторскими проверками. Ты вообще как? А он говорит, вы знаете, если честно, меня настолько именно заинтриговал вот этот момент, вот этот зрительный образ. Потому что еврейская мама всё время говорила нельзя, нельзя, нельзя. А тут, понимаете, такая свобода, да, девушка на шесте. Что его подкупило? Но в итоге оказалось, что неоправданные ожидания у него были. То есть на шесте-то она была, но, к сожалению, той сексуальной активности, которая ему была нужна, в этой девушке не было. Но зато вот это своё внимание она без конца проявляла тем, что она лезла в его дела, в судебные процессы и так далее. Он говорит, мы по парку гуляем, я говорю, посмотри, утки плавают. Она говорит, нет, ты знаешь, я прочитала, нам надо в третью инстанцию, ля-ля-ля-ля-ля. Он говорит, ну это просто невозможно. Я-то выбирал себе благодаря вот этому зрительному образу такую яркую сексуальную партнёршу, свободную. А по сути получил кого? Свою авторитарную еврейскую маму. И вот они сейчас, к сожалению, в процессе расставания, потому что влечение ушло. Он говорит, ни у неё не было влечения, ни у меня, потому что я вижу, что она меня не хочет. Конечно же, у меня тоже влечения нет. А как я уже говорила, лечение всё-таки является одним из важнейших якорей. Внимательность и доброта тоже они могут поспособствовать тому, что люди обратят внимание друг на друга. Ну, конечно же, личные какие-то совпадения. Ну, там я уже говорила, работает механизм проекции. Если человеку нравится то же самое, что мне, у него те же интересы, мы одинаково говорим и так далее. И мне это нравится, конечно, я выберу такого человека, потому что, по сути, я выбираю кого себя. Это значит, я такой хороший и прекрасный. А тут есть, кстати, небольшая разница в выборе партнёра. Про первое свидание немножко хотела бы сказать. Вот при первой встрече мужчинам оказывается, очень важно, большое статистическое исследование тоже, оказывается, очень важно, чтобы девушка была открыта, проявляла заинтересованность, внимательно слушала, поддерживала разговор. И чем, если бы она сидела такая сдержанная, закрытая, ну, вроде как участная, но в то же время не проявляла никакой активности. Вот мужчины хотят открытых барышек. А оказывается, для женщин, это вот к нашей первой фразе, помните, когда я сказала, Олег, я, возможно, что-то раскритикую. А вот женщины, оказывается, ценят при знакомстве дистанцию. То есть для них важно, чтобы мужчина вот эту вот чрезмерную заинтересованность на первых встречах точно не проявлял, потому что у них появляется настороженность. А может быть, он меня рассматривает только как сексуального партнёра, и всё. То есть уже и жениться готов, уже и давай переезжай ко мне, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля про то, где он работает, и какие у него успехи, и так далее. Тоже, кстати, вчера на ужине сидели с подругой, и за соседним столиком был мужчина, видно было, что они первый раз встретились с женщиной, и вот он, я не знаю, он всё про себя рассказал, мы уже всё проявили. И без конца ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот мы уже просто кушать даже не могли. Господи, когда же у них это свидание закончится. В итоге результатом этого их свидания было следующее, что прошлое, ему отказало. И после этого, вы знаете, всё изменилось, и он сказал, попробовать же я должен был, и куда делась его речевая активность, и так далее. То есть, да, действительно, женщины немножко другое ценят в собеседниках. Они хотят видеть надёжность, и эта надёжность не в том, что он тебе даёт визитку, и на ней написано, что я генеральный директор, я не знаю, владелец заводов, пароходов и так далее. Вот. Вот такая вот разница именно при первом выборе. Да, интересно. А насколько вот существует, может быть, это зависит от типа отношений, которые хотят всё-таки между собой установить вот эти люди? Не знаю. Здесь был только, знаете, такой первичный вот момент, и мы видели, что барышня уже она просто сама устала от этого мужчины. Он был нарцисс, у него здесь такой платочек, знаете, в кармашке пиджака был. Ну, то есть, и сидел, то он ножку на ножку закинул, и всё-то это вот он рассказывал, какие машины у них там перед их офисом на партнере. Ну, то есть, сплошные картинки, сплошные картинки, но, видимо, для этой женщины было важно что-то другое. Вот. Поэтому она так и отреагировала. Поэтому я думаю, что как раз сейчас я уже, наверное, могу перейти к тем самым советам богач. Никто ли не хочет нам что-то как бы сказать? Нет? Вот 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9. Я не объявил номера телефонов в начале программы как-то увлёкся. Если вдруг есть у кого-то пожелание встрять в нашу беседу, пожалуйста, ещё есть у нас буквально. Буквально у нас осталось пять минуточек, поэтому, может быть, имеет смысл перейти вот к советам. Ну, давайте про советы. Итак, конечно же, всё то, что я перечислила, это нужно учитывать. И более того, на какие-то вещи мы просто даже повлиять не можем, да, потому что вот они впитаны в нас, вот как интроекты некие. Но, тем не менее, на уровне осознанности всё равно я хотела бы дать тебе некоторые советы. Ну, прежде всего, какой? Выбирайте так, как будто бы вы были слепы. Послушайте своего собеседника. Послушайте, не посмотрите на него, а послушайте, послушайте, что он говорит. Прислушайтесь к ударам его сердца, к его запаху прислушайтесь. Почему всё время говорят запах не понюхать, а послушать, да, прислушайтесь к его запаху. Конечно же, выбирайте того, кто любознателен, кто способен учиться, кто хочет развиваться. Таким образом и вы будете развиваться. То, о чём, Лек, вы сказали, что вы со своей супругой как раз дополняете друг друга. Каждый развивается в своём, потом друг друга обогащает. Выбирайте того, вот этот очень важный момент, кто не скрывает от вас своих чувств, когда вы причиняете ему боль. То есть, если вы сделали больно, человек мог бы вам сказать, ты знаешь, мне неприятно, мне больно. И точно так же, когда он вам сделает больно, вы тоже могли бы ему это сказать и после этого помириться. у нас есть целая программа ссоры, послушайте её, как правильно ссориться. Выбирайте того, с кем у вас одинаковые взгляды на детей, на религию, на деньги, на брак, на семью в целом и на планы в будущем. Выбирайте того, с кем у вас плюс-минус одинаковые склонности и увлечения, интересы, но не забывайте, что свои собственные интересы тоже важны. И у нас целая программа есть об интересах. выбирайте того, кто знает, что такое отзывчивость и сострадание, кто готов вас услышать, уделить вам время, а не говорить, ты знаешь, у меня сейчас есть более важные какие дела. Если вы вместе, значит, прежде всего, вы важны друг другу и это ваше самое главное. Выбирайте того, кто умеет посмеяться над собой. Это очень важно, вот это вот чувство самокритики сказать, ну да, я здесь облажался, здесь у меня что-то не получилось. И выбирайте тех, кто умеет закрыть глаза на какие-то ваши недостатки, потому что идеальных людей нет. И именно тогда, когда мы начинаем видеть недостатки своего партнёра и начинается настоящая история любви. Когда мы видим, что мы разные и в этой разности и есть то прекрасное, которое возможно и будет тем ресурсом, той энергией, на которой будут развиваться наши отношения. и конечно же здесь такой важный момент, что мужчина влюбляется в женщину, которая его любит, в то время, как женщина влюбляется в своё состояние. Вот этот момент нашей разности, он как раз поддерживает пары и могут быть очень долгие союзы. Спасибо большое за советы. Советы богачек. Программа, которая выходит, может быть, не так часто, как хотелось бы нашим слушателям, но тем не менее, вот каждая эта встреча обогащает, мне кажется, наших слушателей интересными советами жизненными. Ирина Богачек, психолог, психотерапевт. И в следующий раз мы обязательно тоже поднимем какую-нибудь тему отношений мужчин и женщин. Обычно мы встречаемся по пятницам. Следите за нашими анонсами. И спасибо вам, Ирина, за интересную беседу. До свидания. Спасибо огромное. И всем вы можете писать, задавать свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. До свидания. День в день, час в час, минуты.